Продолжение следует... Я хочу всех поздравить с новыми уровнями, с новыми достижениями и самое главное, наших новичков, которые только-только начали свой путь в этом бизнесе, в шикарном, в 10 каталоге, я хочу поздравить. Вы будущие нашей команды, будущие топ-ридеры, директора, не сдавайтесь, у вас все получится. Вот такого слоника всем в ваши регионы отправляю забавного и скажу порядок. Сейчас у меня буквально несколько слов будет для вас. Дальше передам слово партнерам, подготовили нам какое-то поздравление. Сейчас, причем, очень многие рядом со мной сидят в бокам. Вот. И дальше будут очень интересные спикеры сегодня. Розыгрыш среди тех, кто делал заказ, будет в конце. И среди тех, кто получает, участвует в розыгрыше на планшет, тоже будет в конце вебинара, друзья. Я поставила на запись. Да. Нас бы не было без вас, Алексей. Результаты по команде, конечно, впечатляют. В принципе, это каждый каталог происходит уже на протяжении двух лет. Вы нас очень радуете, ребята. Мы очень счастливы сотрудничать именно с вами, с трудолюбивыми, амбициозными и самыми лучшими партнерами, ребята. На самом деле так. Я бы хотела вам немножко вот сегодня залезла в архив, залезла в свою структуру. Два года назад, 2013 год, вы можете видеть на слайде у меня, десятый каталог, мой номер и какой у меня был уровень. Мы вышли на 15%. Групповые баллы можете видеть. 3023. Раз, два, три. Ребят, у всех зависла или только у Дианочки? Раз, два, три. Все нормально или я вешу? Нормально, ага, отлично. Вот видите, ребят, кто на уровне 15% или напишите, или кто знает, что значит 3000 баллов, да, какой это уровень, кому знакомо, да. Может, кто-то из него не разобрался еще. Ребят, все попозже, разберетесь, ничего страшного. Кто понимает, знаете, про что я говорю. Тогда был уровень 3000 баллов. Причем я очень помню, что на следующий каталог, после того, как мы вышли на 15%, была у нас минусовка в районе 1000 баллов. И для меня это был такой шок. Я буквально на неделю лежала просто на диване, смотрела в потолок, как Ваня называет этот период. Но у меня действительно была депрессия. Я думала, все, мы дальше не то, что на 15%, мы и на 9% не выйдем. Что сделали, да, немножко, конечно, погрустили, руки опустились, но взяли себя в руки снова и начали делать, делать дальше. На следующий каталог, я помню, после этих 3000, по-моему, у нас в районе 18%, по-моему, чуть ли не на 18% мы вышли. То есть у нас дальше был с приростом. Такой минус был, потому что просто люди регистрировались и, может быть, мы не так оповещались, что не нужно делать заказы, которые не будете выкупать. Надюха, всегда видно. Вот, и я тогда на самом деле сделала очень много ошибок, писала такие партнерам тексты не очень приятные, да, за то, что не выкупили заказы. А на самом деле из тех людей были те, кто, ну, допустим, мамочке ребенок приболел, да, ну, до каких заказов вообще, то есть нет, не было возможности укупить. Немножко распугало, но ничего, все на ошибках. Ребят, выйдите, пожалуйста, я не могу так словить вебинар. Кыши все. Уходите. Нас много. Здесь Мушаровы, здесь и Гармины, Санникова, Садниченко, Наташа. Они мне мешают очень сильно. Ржут под боком. Да, вот, не бросит. Вот, слышите, да, что-то творится. Приезжайте все, были бы, всех бы пригласили. У нас квартира всего 70 квадратов, поэтому сегодня кто влез, те сегодня хиикуют здесь. Вот, ребят, в общем, да, 3000 баллов, видите, зарплата, вот одна из первых, да, 6669 у нас была. Что прошло два года, два года всего. Сделала скрин по прошлому каталогу, ну, то есть по десятому, ребят. Тот, кто уже врубился в тему, да, что здесь нужно выращивать директоров, 22% группы. Ребят, знаете, видите на слайде, что 22, 22 у меня, 22, 22, 22, 22, 6 22% групп. То есть это бриллиантовая квалификация. И еще у меня 4 группы подрастают. То есть это 18% Марина Щепелева у меня вышла на этот уровень, 12%, почти 15% группа, и сколько, 669%. То есть, и видно, другой бонус уже, это тот пассивный доход за директоров, которых мы уже научили, 125 тысяч, да, за 3 недели, и 21 тысяча, это скидочка за маленькие группы, которые подрастают. То есть понятно, что вот этот бонус намного интереснее, чем просто вот менеджеры, да, у меня тут. То есть мне интересно, чтобы скорее были директорские группы. Ребят, у вас, я порассказываю, да, почему, потому что это реально живой пример, и у вас в будущем то же самое ожидается. Конечно, при активной деятельности мы с Иваном эти 2 года не сидели на месте ровно. Все, ну, видите, в принципе, да, что мы тоже работаем, и сейчас, безусловно, на уровне бриллианта мы тоже работаем, не останавливаемся. Вот, хотела вам тоже здесь показать информационный листок, но давайте я расскажу на словах, потому что время у нас ограничено. Открыла информационный листок и еще раз порадовалась. Более 40, наверное, ладно, не буду путать, короче. То есть у меня фиксируются все 22% по команде вообще, хоть там миллион человек вниз. Я посмотрела просто, какие зарплаты. Что-то у нас получается в районе 2 миллионов на организацию уходят на зарплаты нас и наших партнеров. То есть у кого-то, понятно, еще маленькая скидочка, 500 рублей начала расти, 1000. У кого-то 10 тысяч рублей, у кого-то 20, у кого-то, как Шапира Мушурова, Стадниченко, да, уже за 100 тысяч рублей перевалило. То есть вот в этой общей сложности, и я сегодня даже писала там где-то в статусе, 24 года, Ивану 26, ну, мы не знаем просто, какие возможности в мире еще можно найти, чтобы без денежных положений создать команду, создать организацию, чтобы зарплатный фонд составлял такую сумму, да, причем доходы официальные, да, у кого-то еще, то есть в процессе, большая часть, конечно, уже официально получает доходы. Вот. Но это все ваши результаты, ребят, это ваши заслуги, потому что действительно, не будь вас, ну, у нас бы тоже результата не было. Поэтому вы молодцы у нас, вы супер-пупер. Так, по планшету у нас будет в конце. Немножечко хочу про контроль, ребят, и поделитесь, кстати. Давайте, напишите в чате, пожалуйста, кто квалификацию на Анталию, на менеджерскую конференцию в этом каталоге прошел дальше, то есть участвует. Напишите, кто следит за конференцией, кто планирует в Анталию поехать с нами вместе познакомиться. Может быть, первый раз, да, если на банкете не увидим. О, как много-много-много-много-много. Очень-очень-очень радует. Очень радует, конечно, в Египет такая же квалификация была. В октябре месяце мы едем командой 30 человек. То есть это уже радует, да, потому что когда мы начали ее проходить, у нас команда была маленькая, да, и 30 человек поехали. Здорово. Так, ребят, на банкет напишите. Пишите вот так вот, допустим, ну, Турцию, ладно, проговорили. Банкет. Кто на банкет собирается в 2015 году с нами ехать? Я собираюсь в квалификации, даже не бриллианта, я думаю, больше поедем в квалификации, да, со всеми увидимся. Так, давайте дальше. Контроль тоже банкета, ребят. Чтобы получить пригласительный билет, нужно до первого каталога выйти, открыть уровень старший менеджер-директор. Тогда, то есть по срокам вы попадаете, вы закрываетесь, и вам приходит именное приглашение. Дальше, ребят, директора, если есть бонус на авто, напишите, кто получает. Бонус 12 тысяч в месяц, плюсом в зарплате. Вижу, директора есть, то есть закрытого директора получает бонус на автомобиль. Пишите, успеваем. Я спросила, ладно, ребят, все, кто успеваете, да, вот Лена, 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 да, Лена, Лена Гейко, Смежанок и ясь, мы. Я вас слышу. Закрой дверь, пожалуйста. Ага, отлично. И, ребят, следим обязательно за бонусами, которые идут по турборосту. Напишите, пожалуйста, в чате. Так как физически невозможно по всей команде на слайд вынести и поздравить тех, кто получил по турборосту премии. Начиная с уровня 9%, это первая премия, полторы тысячи рублей. Дальше, три тысячи рублей, шесть, девять, двенадцать. И потом уже директорские премии идут. Ребят, кто получил, сумму прям напишите, да, полторы тысячи рублей, Валерия, наверное, да, пишет, получили. Ну, сумму-то пишите, как Луева, интересно же. Полторы тысячи получили. Прикольно. То есть начинается все, конечно же, с малого. Мариночка полторы, три, шесть сразу получила. Молодцы, отрыв, наконец-то. Полторы, три, пятьсот, тысяча пятьсот. Три, шесть. Соколова Аня получила премию все. Молодцы, ребят, первая скидка, тысяча семьсот. Ради, вот видите в чате, видите, для ключевых партнеров сейчас поздравительный вебинар, розыгрыш, подарков в конце, Дмитрий, оставайтесь. Полторы. Молодцы, молодцы, друзья. Всех поздравляем. И хочу, да, немножко тема, кто первые три дня, вот каталог сейчас начался, кто делает заказ первые три дня. Обращаю внимание, что сейчас есть все в наличии, я сегодня оформила, я всегда по воскресеньям оформляю заказ. Сайт не тормозит, быстрее получаешь новый каталог и, конечно же, проще планировать уровень на каталог, проще планировать уровень своей команды. На wellness тоже немножко остановлюсь. Ребят, кто еще не распробовал, не заказал, я всем советую. Мы в этом бизнесе уже два года, как потребители уже четыре года, поэтому, что попало, советовать не будем. Мы, в принципе, здесь не всегда, поэтому на wellness продукцию для здоровья обратите внимание. Ничего там уникального, такого сверхъестественного нет, просто правильное питание, белковые коктейли и витаминки, которые всегда полезны. Рыбий жир, омега тоже полезны, знаете. Я тут свою просто фотографию до родов и после родов, потому что ни одной растяжки у меня не было. Акваэробика, наши крема, плюс тайское масло я покупала и плюс wellness и омега в больших дозах. Вот мой секретик в стройности небольшой. Кому актуально, девочки, примите к сведению. И сейчас я хочу поздравить новых директоров, открытых с уровня старший менеджер по команде, кто вышел в этом каталоге у нас команды. Поздравьте своих спонсоров, своих лидеров, пожалуйста. Сегодня они будут спикерами после меня. Леночку Басалыка с Нижнего Новгорода. Мы поздравляем с Леной. Представляете, мы виделись вживую в Нижнем Новгороде. Сначала в конференц-зале встречались, потом посидели в кафе, когда мы приезжали. Леночка, поздравляю, молодец. И тут же у нас семейный бизнес в команде, да, поэтому я хочу вам представить сестру Лену Басалыка, которую пригласила ее в бизнес, Галина Кутаркина. Из города тоже Нижний Новгород. С Галиной мы тоже встречались вживую. Поздравляем, девчонки, у вас такое большое будущее, такой большой потенциал. И вы, наверное, сейчас даже сами не представляете, какие результаты вас ожидают в будущем. Это команда Наташи Стадниченко, кстати. Александра Яращенко поздравляем с Саратовской области у нас. Тоже ребята рассказывают подробнее о себе. Уровень старший менеджер, открытое звание, директор. Все ребята пришли, активно начали двигаться, в принципе, в течение, наверное, года. Может быть, чуть больше. Ну, а по активным действиям, да, надо считать. Если ты полгода был потребителем, потом начал строить бизнес, конечно, отсчитываем с того времени, когда начал строить бизнес. Александр, молодец, нам очень радостно, что в нашей команде пополняются мужские ряды директоров. В директорский чат, ребят, добавили. Привыкайте, в среду будет у нас директорский слет, встреча, поэтому первый раз вас ожидаем и поздравляем. И, конечно же, я хочу поздравить нового открытого директора в нашей команде, 22 года вот этой вот прекрасной, очаровательной, амбициозной мадам, мамочки в декрете, у которой она, будучи директором, да, вот сейчас открыла золотого директора звание, но, будучи директором, у нее доход уже был не как по маркетинг-плану, у нас в среднем 30-40 тысяч рублей, а в районе 100 тысяч рублей, потому что у нее очень сильные растут группы, у нее в самом начале было очень много регистрации, она себе высокую представила, поэтому ей позволяло, позволяло ли количество регистраций делать больше групп, поэтому в ближайшее время, я знаю, что Наташа уже ожидает следующих директоров, и старший золотый, и сапфиры, скоро бриллиант, поэтому это промежуточный уровень, но все равно приятно, премию 2000 долларов получить плюсом к зарплате, конечно же, очень здорово. Наташа у нас с января 2014 года, то есть получается уже полтора года активной деятельности, вот такие результаты. Кстати, смотивировала ее, знаете что, по скайпу мы связались, мы еще тогда были директорами, 30-40 тысяч у нас был доход, я с Артемкой на руках, и она со своим малышом чуть-чуть постарше, у нее максик. Я рассказала, то есть как мы работаем, какие у нас результаты, ее смотивировало то, что, а чем я хуже, да, почему когда девчонка, какая-то девчонка в Барнауле зарабатывает, а я почему-то на декрет не сижу, и начала активно действовать, да, поэтому очень здорово, общайтесь с партнерами вживую, по скайпу общайтесь, это очень сильно мотивирует и направляет на результат. Так, лотерея тоже у нас в конце, и теперь я передаю слово Оксане Дурмановой, как по ее просьбе. Всем привет! Скажите, пожалуйста, меня видно, слышно? Не видно, я себя тоже почему-то не вижу, у меня сегодня что-то с камерой. Ну хорошо, я не буду. Слышно? Ну хотя бы слышно. Так, дорогие Ален и Иван, Ален, позови, пожалуйста, Ваню, чтобы вы оба смотрели на наше поздравление. Мы вас поздравляем, ваша персональная группа, мы все-все-все поздравляем вас с очередным званием бриллиантовых директоров, пусть это будет только хорошее начало вашего успешного карьерного роста, желаем быть самыми лучшими, успешными, вдохновляющими нас на новые результаты. Мы знаем, что вы этого заслуживаете. Спасибо вам за помощь, которую вы нам оказываете, за поддержку. Поздравляем вас и вперед к президентскому уровню. Ура! И сейчас небольшой сюрприз, поздравления. Субтитры создавал DimaTorzok Алена, Ваня, поздравляю вас с закрытием квалификации бриллиантовых директоров. Желаю вам в дальнейшем также расти и двигаться по карьерной лестнице Арифлейм с такой же скоростью, как вы достигли этого бриллиантового уровня. Мы равняемся на вас всей командой, все новички. Мы хотим также быть независимыми, финансово свободными, путешествовать со своей семьей и уделять время 24 часа в сутки друг другу. Оставайтесь всегда такими же добрыми, внимательными и отзывчивыми. Спасибо большое вам за помощь, за поддержку, которую вы нам оказываете. Мы очень гордимся тем, что находимся в вашей команде. Конкретно я очень горжусь этим и рада. И смотря на вас, я знаю, что через год-два я также добьюсь таких же успехов и не буду останавливаться на достигнутом. Спасибо вам большое за все. Дорогих и любимых, Алена Ивана Родионова, поздравляю с закрытием бриллиантовой квалификации. У бриллиантики наши мы рады за вас. Вы лучшие спонсоры, что есть сейчас у нас. Дорогие Алены и Ивана, я от всей души поздравляю вас с закрытием бриллиантовой квалификации. Я очень горжусь тем, что нахожусь именно в вашей команде, потому что вы являетесь для нас примером, как действительно нужно вести свой бизнес. Я желаю вам и дальше развиваться очень активно. Желаю вам очень хороших партнеров. И, конечно же, как можно скорее попасть в президентскую команду. Наши дорогие Алены и Ивана, поздравляю вас с закрытием бриллиантовой квалификации. Вы живой пример молодой семьи, которая показывает, как можно совмещать ваш большой официальный бизнес и в то же время проводить очень много времени с семьей, с вашим малышом. Мы вами очень гордимся. Вы большие молодцы, поздравляю вас. С днём рождения тебя! Ой, что-то не то! С повышением тебя! С повышением тебя! С повышением, с повышением! С повышением тебя! И по этому случаю у меня для вас есть песня. Дорогие Алены и Ивана, я поздравляю вас с закрытием бриллиантовой квалификации. Желаю вам всего самого наилучшего, чтобы все ваши задумки и все ваши мечты не обваливались. Я почти не обваливаюсь. Привет, привет, привет! Так, как писала Алена. Смеёмся! Хороших вам людей на вашем пути, чтобы было куча партнёров. У вас ещё не все вершины достигнуты, но они всё ещё впереди, и я надеюсь, что они будут покорены вами. Алены и Ивана, я поздравляю вас с представлением бриллиантовой квалификации, чтобы ваша команда была такая, чтобы обучение в данной этой стране. Отвечайся! Дорогие наши Алены и Ивана, я от себя и от всей своей команды, от всей души мы вас поздравляем с вашим успехом, с вашим новым званием бриллиантовой директора. Есть многое, что нужно пережить на этом свете, что нужно испытать и оценить. Несчастье, счастье, горе, радость, сплетни – всё нужно через сердце пропустить. Но главное – во тьме безумного века, чтоб не случилось в жизни, устоять. Быть чутким горю, оставаться человеком, и теплоту сердец не потерять. И что-то в жизни этой скоротечной вам суждено исправить, изменить. Во имя счастья, жизни бесконечной, вам суждено спасать, добро творить. И мы не скроем, вы поймёте, что многим уже счастье принесли. И в старости спокойно воздохнёте, что не напрасно жизнь свою прошли. Всё нужно пережить на этом свете, всё нужно испытать и изменить. И лишь тогда, вставая на рассвете, вы сможете смеяться и любить. Мы вас ещё раз поздравляем, мы вас любим, мы вами восхищаемся. Вы такие классные, вы такие молодцы. Вы просто отличный такой пример для подражания. Всего вам хорошего. Я Иван, с Украины вам тёплый привет. Мы очень рады за ваши успехи, за то, что вы уже бриллиантовые директора. Мы очень гордимся вами и очень любим вас. Желаем вам дальнейших продвижений по карьерной лестнице, счастья, радости и успехов. Желаем вам новых сил, успехов и новых побед. Поздравляем! Я птицу счастья свою отпускаю на юг. Теперь сама я пою, теперь сама летаю. А-а-а-а, у-а-а, у-а-а, е-е-е, А-а-а, у-а-а, е-е-е, В открытый космос лечу кометы огибая. Тебя мечтать научу теперь одна местая. А-а-а, у-а-а, е-е-е, 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 Улыбайся, 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 улыбайся. Закинув лески вдали, ловим мы корабли. Рисуя время, пылим мы Сальвадор и Дали. А-а-а, у-а-а, е-е-е, е-е, 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 е-е. А-а-а, е-е-е, е-е, 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 е Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Елена Пасалыка, Галина Кутаркина, Александр Радченко Ну и конечно же нашу звезду, нового золотого директора открытого Это Наталья Стадниченко Она как раз здесь, Наташа Но она сегодня еще выступит Выглянет Итак, волнительный момент, правда волнуюсь Команда приготовила вам действительно бриллиантовый подарок Думали, что вам подарить, чем вас удивить Вот, и решили удивить вас цветами Спасибо Боторить вам букет, такой шикарный рост Ребят, ну и символ, собственно говоря, нашего бизнеса Это свобода и путешествие Это вам сертификат на путешествие Куда поехать, вы сами решите Ну нифига себе Ну нифига себе Спасибо Вы что, стурили? Это все были от вашей команды А теперь ролик, который подготовили Вся ваша спонсорская линия и вся ваша команда Ребят, врубайте Кто-то вкручит, да? Здесь включен Есть у вас? Подожди, сейчас включат Угу, включили Ну включайся, давай Слушаем Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Они мозги включили, о многом позабыли На благо повстречали там талантливых людей А тут вагон с тележкой, амбиции смелых действий Энергии немерено, несчитано идей А тут вагон с тележкой, амбиции смелых действий Энергии немерено, несчитано идей И результат отличный, у пары симпатичный Успех невероятный, одна большая разная Стратегия, что надо, достойная награды А ну-ка, продвижение, попробуйте догнать Стратегия, что надо, достойная награды А ну-ка, продвижение, попробуйте догнать Здорово, ребята Ребят, вы вообще... Так, надо, включили... Да, да, включили три фон Надя хочет скорого рост Ребят, не обращайте внимания на фон У нас тут окно открыто просто Так вот почему, Игорь, Юняев голос сорвал Мы все поняли Ой, спасибо, безумно приятно Ребят, хотим пожелать, чтобы у вас Такие поздравления были в команде От ваших команд Вот это будет классно Еще... Еще плюс два ролика Еще, да? А там на сколько, Оксан, минуточек? Ну, давайте, смотри, как удобнее Сейчас можно Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 то есть он еще 5 лет потратит один безработный и две девчонки, одна работает в каре, это дешевая обувь, да, а другая в Глориу Джинс. Ну, то есть к тому, что не все, если даже за работы, все не пойдут, любые выискать отмазки, причины и так далее. То есть те же самые трудности. Да, кому-то удобнее Глориу Джинс продавать, да, иметь с этого процент, чем включить голову и организовать свой собственный бизнес. Ну все, что пожелаешь новичкам? Пожелаю терпения, набраться сил и пахать, и вот поверьте, вот результат, который вы получите, он вам крышу снесет, а я сегодня к Родиону в гости ехала в такси и думала, блин, ну вот как же круто, что вот мне попала возможность, да, и я в нее вцепилась. Вам сейчас судьба дает вообще шикарнейшую возможность. Если вы ее упустите, вы об этом потом будете жалеть, да, то есть за полтора года работы, мой доход больше ста тысяч в месяц, в августе я лечу в Валенсию, в октябре я лечу в Египет, зимой планирую с Родионом вместе в Абу-Даби полететь, да, то есть планы вообще шикарные, я вам желаю тоже запустить терпением, да, и добиться своего результата. У вас все обязательно получится, ребят. Да, Наташа, у нас полтора года в бизнесе, полтора года сняли такие результаты. Ребят, вам желаем результатов не меньше, я передаю слово следующим успехам, раз, так, ребят, меня слышно? Вижу микрофон, у меня заморгал зеленый, значит, вы меня слышите. Представляете, да, отвлеклась на минуточку показать маме, сколько получают наши Родиончики, да, скрины сделать, и показать табличку доходов, и буквально этот момент меня Алена вызывает. Так, всем привет, кто меня еще не знает, давайте ознакомиться. Меня зовут Марина Климова, проживаю я в городе Ачинско-Сноярского края, мне 27 лет. По основной должности я замдиректора по учебно-оспитательной работе в школе, а также учитель русского языка и литературы. Ну, вот буквально я стала менеджером 18% в компании Арифлей. Всем привет, кто есть мои, тоже супер привет и передают. Я сейчас со мной хотела рассказать о своей лестнице успеха, да, то есть как я поднимаюсь по этой лестнице и на сегодняшний день, где я нахожусь. Я зарегистрировалась в проекте 24 ноября 2014 года. Ребят, мой приход в Арифлей растянулся, наверное, на года полтора. Почему так? Потому что я предназначение получала от компании Арифлей, от представителей компании Арифлей, ну, раз 15-17, не меньше, это точно. И все эти предложения были от незнакомых людей, совершенно абсолютно незнакомых людей. Мне писали люди в контакте, в одноклассниках, то есть у вас интересует доход дома. Я даже вообще, даже не рассматривала никакие варианты дохода дома. Для меня всегда все казалось лохотрон, пирамида, не знаю, обман какое-то, вложение денег. В общем, я не верила в это. Потом, когда я ушла в декрет, то есть все эти поступали ко мне приглашения, да, очень много лет до ухода в декрет. Потом я ушла в декрет и уже тогда задумывалась, что да, надо сидеть дома, и в принципе можно зарабатывать деньги. Как на это можно зарабатывать? Что делать? Я знала, что можно писать тексты, какие-то рекламные статьи, я это знала. Но я опять же, когда пришла работать в службу копирайтинга текста, я поняла, что за это платят очень мало, и перспективы там никакой нет. То есть я написала два текста, получила там 150 рублей, грубо говоря. Все, на это моя карьера в копирайтинге закончилась. Я понимала, просто даже если я год там отработаю, я больше, ну, 15 в месяц я иметь там не буду. Мне нужны большие деньги, потому что, во-первых, я по своей должности, я просто меркам своего города получала очень хорошую зарплату. Сейчас у меня этой зарплаты нет, потому что я нахожусь в декрете, мне уже ребенку исполнилось больше полутора лет, и я этих денег уже точно не получаю, даже декреты. В принципе, муж у меня зарабатывает достаточно, чтобы поддержать семью, но мы не можем себе позволить много чего, чего бы хотелось. Я думаю, что все, большинство, может быть, и здесь не голодают, да, то есть на сбылку хлеба деньги есть, думаю, да, ребят. Конечно, в первую очередь я пошла за деньгами, Борисовин. То есть когда мне поступило предложение уже от своих знакомых, да, вот в момент, когда я сломалась, когда вот это 18-е, 20-е предложение меня добило. Когда предложение пришло от моей знакомой. То есть вот когда появляется реальный человек в своем откружении, который заработал в этом проекте деньги, то, естественно, у меня вот уже появилось такое момент. Ой, неужели так так можно? Неужели это можно? Чем я хуже? Почему я не смогу? Я же не глупая девчонка, да, женщина уже. Думаю, надо пробовать. Думаю, посмотри хотя бы со стороны. И когда я зарегистрировалась в конце ноября, я начала ходить на вебинары, я начала посещать все возможные обучения, какое давалось там, проштудировала обучающий сайт, я просто увидела не только деньги здесь. Я здесь увидела очень большие перспективы личностного роста, да. То есть если я сижу в декрете там два года, грубо говоря, уже, я понимаю, что у меня начинают мозги там уже застаревать, заржевать. То есть я по своей профессиональности очень активный, очень общительный человек. И мне постоянно приходилось развиваться каким-то образом, следовать всем тенденциям развития и образования и так далее, и так далее. И когда я ушла в декрет, я поняла, что я не развиваюсь. Я просто остановилась на каком-то вот, каком-то, не знаю, древолюционном уровне, и смотрю сериалы, там про листы-вылисты в контакте, и больше ничем не занимаюсь. Это просто ужасно, ребята. Когда ты уходишь в декрет в какой-то активной должности, у меня достаточно активная была должность, я просто вот на стены лезла. Мне не хватало всего вот этого. Я вот это здесь нашла. Пошла за деньгами изначально, а в итоге я пришла вот на то, что на общение, на позитив, на безграничные возможности, на поддержку абсолютно незнакомых мне людей. Я никого из этой команды никогда вживую ни разу не видела, большинство из них, ну, большую часть. Вот я, конечно, уже знаю лично. Но меня вот это поразило. Абсолютно незнакомые люди относятся ко мне даже лучше, чем мои коллеги, намного лучше, чем мои коллеги начальства по работе. Ребят, ну, спасибо, Ваиша, за комплимент. Поэтому, если вы пришли сюда за деньгами, вы рассмотрите здесь иные возможности, потому что, действительно, их очень много. Вы будете счастливы в всех отношениях. Вам будет хватать и общения, и позитива, и окружения, и признания, и успехов, ну, всего. Вот мой рост. В 17-м каталоге, буквально на следующий каталог после регистрации, да, я вышла на 3%. Во втором каталоге 2015-го уже года я вышла на 6%. Третий каталог – 9%. То есть, видите, у меня здесь стремительный рост пошел. Второй, третий, четвертый каталог я поднялась, каждый каталог по одному новому уровню. И потом задержка. То есть я на 12% по количеству 4 каталога получаю. Три, да, три каталога на 12%. Ну, короче, в чем вообще вот здесь вот моя стопа оказалась? Вот я вам скажу. У каждого директора, находящегося здесь в команде сегодня, не было такого плавного и постепенного или быстрого резкого роста без каких-либо проблем. Всегда на каком-то определенном моменте появляются проблемы. В чем они заключаются? Вот в моем случае это было 80 регистраций в пустую. То есть работа примерно двух-трех каталогов. У меня просто ни один человек не вышел на связь. Я их звонила, я даже позванивала, писала письма ВКонтакте, там в одном класснике, доставала этих людей. И просто из 80 регистраций у меня не было ни одного активного. Вот Наташа говорила о том, что у нее там активная регистрация была там 200. Я его уже позаблакую, потому что я с Питером не дружу. Так вот, моя первая активная регистрация была 57 по счету. Это моя знакомая, это моя знакомая, мой первый менеджер в команде Наташа Юндерман. Ну, вы уже знаете, да, кто уже в менеджер-центряте. Наташа Юндерман – это моя первая активная регистрация. У меня не подлоконник, у меня с полку хана. У меня ребенок спит, я на кухне сижу, у родителей в деревне. Вот, и, понимаете, когда я нашла своего первого активчика, я поняла, что система работает. Я никогда вообще не останавливалась над активником. Я 57 регистраций сделала, нашла Наташу. И потом у меня какой-то такой период, что вроде появляются, появляются активные, и тут они сливаются. Ну, то есть люди не выдерживают натиска вот этого объема информации, вот этого объема обучающих материалов, которые нужно перерабатывать, которые нужно через себя пропускать. И потом моя вторая активная регистрация, 205, ребят. Вот 57-я первая и 205-я вторая. У кого-то это может быть вторая, третья регистрация, у кого-то там 70-я, у кого-то сотая. Все развиваются по-разному. Главное не сдавать. Вот у меня было 80 регистраций, ни один человек, вот подряд 80 человек зарегистрировал, никто из них не вышел на связь. Я продолжала искать, я искала, у меня попускались руки, все у хозяйка бывало. Столько людей, да это где-то немного людей набрать. У нас люди за каталог делают 80 регистраций, а я сделала за два каталога 80 регистраций, или за три, я уж не помню. И у меня там задержка случилась на 12%, три каталога я задержала. Потом я вроде выскочила на 15%, и у меня все три каталога, которые я продержалась на 15%, мне не хватало 400-300 баллов. Представляете, ребят, вот 5000 баллов стоит уровень менеджера 18%. Я набирала 4600, я набирала 4800, и всегда мне не хватало, вот совсем-совсем немного. То есть эти три каталога я почти была на 18%, но я не выскакивала на них, потому что не было динамичного роста. Вот, поэтому про рекрутки я сейчас скажу, вот я рекрутирую. И вот 10-й каталог, который закрылся буквально вчера, я вышла на 18%. Я, конечно, очень рада, я уже предвкушаю и пэшечку, да, уже денежки на руках, уже все прям очень рядом. Уже я вижу вот этот банкет директоров, на который поеду. Я вижу поездку в Анталию, в которую я поеду через год в августе 2016 года. Я увидела, просто система работает, она не дает сбоев. Если человек не отчаивается, не бросает, даже если у него пускаются руки, то система работает, она сбоев не дает, раздвею на годами. Я рекрутирую, да, ребята, сразу. В основном я начинала, конечно, с сетей. То есть, когда я пришла на ВичКон, я работала в основном вдруг вокруг, в ВКонтакте и в Инстаграме. Постепенно-постепенно я перекочевала полностью на доски объявлений. Сейчас я практически там только шваюсь. И в Инстаграм я заглядываю, когда у меня есть настроение, в ВКонтакте я заглядываю, когда у меня нет регистрации. То есть там в ВКонтакте можно быстренько найти регистрацию себе. В октябре это Египет, в октябре 2015 года это Египет, а Анталия будет в Турции в 2016 году, в августе. Осваиваю твиттер я уже, наверное, месяца три. Одноклассники я никак не могу туда забрести, все меня руки не поднимают. У меня есть там страничка рабочая уже, достаточно раскрученная, там около тысячи друзей, новости нашей команды. То есть такая рабочая хорошая страничка, но я никак не могу туда пойти работать. Я не могу. Поэтому я в основном сижу на объявлениях и в Инстаграме. Вот. С досок объявлений идут очень заинтересованные люди, которые хотят работать. У нас есть работа, мы ее даем, люди ее ищут. То есть мы друг друга себя находим именно на досках объявлений. У кого-то хорошо получается там в соцсетях хороцировать, на форумах. У меня получается больше на досках объявлений. По крайней мере ключевые партнеры. У меня пришли вот как раз досок из Инстаграма. Наташа Юндерман, моя знакомая, пришла через ВКонтактик, правда. Все. То есть мои основные ключевые партнеры – это доски объявлений и Инстаграм. Вот. Что я хотела вам, ребята, сказать? Ну, для вас здесь находящихся, наверное, новички. И новички, которые думают, что работают впустую. Я вот сейчас вспоминаю свое время, когда я начинала. Первые буквально 2-3 месяца мне казалось, что я работаю одна. Что я регистрирую, 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 добавляю в чаты людей. Что вот у меня заказы делаю я 100 баллов в моей команде. Ну, еще там 3 человека по 20 баллов. Все. На регуле 100 человек в ветке, а заказы делают всего 3 человека. И у вас, наверное, такое же было и есть. Возможно, что новички совсем сегодня здесь. А, у меня же планерка сейчас, да. Я сейчас закончу, убегу на планерку на свою. Вот. Давайте быстро сейчас уже закончим. Короче, что я хотела сказать, ребят. В общем, никогда не отчаивайтесь, потому что система проверена годами, не одним годом. Она работает. Здесь нужно терпение, трудолюбие, высокая, конечно, работоспособность, возможность работать. Все свободное в ваше время. Появилось у вас 2 часа, или появился час. Ну, знаете, у меня вот были такие периоды, когда мне вообще не было времени рекрутировать. Вот вообще не было времени. У меня просто ребенок такой был период, когда мне ребенок не давал этого делать. Вот до смешного доходило. Я шла там, не знаю, на унитаз садилась, грубо говоря, да, и рекрутировала. Ну, просто иными словами, некогда было это делать. Я всегда люблю говорить, что не ищите отговорки, ищите возможности. Это самое главное. Возможности, если вы найдете возможность, то вы будете успешными. И будете успешными не только вот в нашей области, да, потому что мы, нашей команде очень много знаний даем. Даем знания, которые пригодятся не только в сетевом маркетинге, но и в других. То есть, та же самая финансовая грамотность, да, вообще-общее развитие. Там про ВИТа уже тут переписка пошла. Моей дочери сейчас один год и девять месяцев. То есть, такой бегучий возраст сейчас, в принципе. Вот. И если у вас опускаются руки, что нужно делать? У меня тоже опускались руки, когда я сидела на 3 каталога по третям 12%, у меня не было роста. Я шла в чаты, я шла в чаты, я делилась вышестоящими своими проблемами, переживаниями. Я не шла к мужу, я не шла к маме, потому что я понимала, что они в этом не понимают ничего. Надо идти к спонсору, ребят, надо идти к команде. Вот там тебя поймут, там тебя поддержат, потому что все почти прошли через это, они дадут тебе дельный совет. Я уже, если честно, начинаю это читаю, потому что там просто капец. Там уже и авито, и комплименты. Если у вас есть спонсор, если у вас есть вышестоящий лидер, обращайтесь всегда к нему. Не надо идти к маме, к мужу, к подружке. Вот это мой вам такой совет. Это работа, это работа изо дня в день. Поэтому если вы будете работать изо дня в день, то вы поймете, что значит девиз компании. Ваши мечты, наше вдохновение. Я вот, кстати, только недавно об этом поняла, и до меня только недавно дошли настоящие вообще смысл вот этой фразы, этого девиза. Пусть сбываются мечты из каждого из вас реклэйн, потому что они имеют свойство сбываться. Мечтайте, действуйте. Я всем вам желаю удачи. Спасибо за внимание. Я побежала на свою планерку, меня там ждет моя команда. Всем пока-пока. Всем привет. Как меня слышно? Скажите, как слышно? Нормально, да? Ну, меня зовут Читильва Марина, мне 37 лет, я проживаю в Омской области. Вот в 50-м каталоге вышла, надеюсь, на уровень 18%, чему-то юно рада. На свадьбе это моя семья, у меня два сына, я этим очень горжусь. Муж, получается, три мужчины в доме. Муж работает в полиции. Старшему 18, закончил школу, поступаем сейчас к младшему. Старшему почти 18, младшему почти 3. 15 лет разницы. И вы знаете, вот после рождения второго ребенка мне пришло осознание того, что я не хочу выходить на наемный труд. И нет такой работы, которая могла бы осуществить все, что мне хотелось бы. Вообще, как бы, я педагог дошкольного образования, и второе – мост образования. Ну, в данный момент на основной работе как бы нахожусь в декретном отпуске за октября месяца. Ну, на нее я уже, как бы, не планирую выходить, так как к этому времени открою, выйду на уровень 22% и открою свои ИП. Пришла на личный проект Алены Родионовой, вот так именно в «Одноклассниках». Некоторое время наблюдала за ними, как они растут, как растет их команда, ну, зачем решила сцединиться. Вот зарегистрировалась я 25 ноября 2014 года. Мы с Мариной, кстати, у нас разница один день, как мы зарегистрировались. И мы с ней в один каталог вышли на уровень 17%. Того, получается, 8 месяцев проекта. Хотела быть стабильной, да, найти стабильную, надежную, постоянную компанию, получать результаты, как бы за свой труд и справедливое вознаграждение. И вот поэтому я, собственно, и здесь. Сомнений у меня никогда не было. И за это все время, что я нахожусь в проекте, они у меня никогда не появлялись. Мне нравится в нашем бизнесе то, что здесь можно дадить успех, а не зависимо от того, когда ты начал этим заниматься. Единственное, что как бы есть разница между теми, кто начал этот бизнес раньше и теми, кто начал позже. Если человек зарегистрировался сегодня, пришел в этот бизнес, то он будет пожинать плоды, там, допустим, через год. А если через 2 года он пришел и зарегистрировал в наш бизнес, то он будет пожинать плоды через 3 года. Еще для меня таким важным моментом является то, что люди, добившиеся в нашем бизнесе больших результатов, да, которые уже вышли на серьезные уровни по летнице успеха, несмотря на свои достижения и уровни дохода, как правило, остаются простыми, такими приятными в общении. То есть каких-то там звездных болезней, то есть какого-то высокомерия, что свойственно представительным традиционным бизнесе, политикам, шоу-бизнесе. Они начали бизнес с нуля, родились в таких значительных изменениях в своей жизни. Они всегда готовы помочь в этом другим, поделиться своим ценным практическим таким опытом, да. Я раньше тоже пользовалась продукцией, и поэтому для меня ЛТО никогда не было там какой-то проблемы. С самого начала я всегда делала 150 баллов, это стабильно, но чаще бывает больше. Так, слышали? Как бы, если у меня спрашивают, сложно ли это, я отвечаю просто, да, это не слишком просто, но и не слишком сложно, да. Это реально сделать для любого человека, который хочет изменить свою жизнь в лучшую сторону. Так, вот сейчас покажу свой слайд, принт сегодня сделала. Вот такая сумма у меня накопилась на сегодняшний день на номере. Здесь те премии, которые я уже собрала, да, до уровня 18%, это за 9%, за 12% и за 15%. Вот теперь следующее будет 9 тысяч за 18%. Вот на этом слайде, как сказать, отобразил этот слайд? Нет. На этом слайде я отобразила своих ключевых бизнес-партнеров. Благодаря своей команде я пришла к этому результату, да, и я хочу сказать, что я ими горжусь. У нас командная работа, у нас классная такая команда, дружная, нет никаких там у нас каких-то там стычек или недовольствий. Все друг за друга, все помогают друг другу. В одиночку здесь ничего не делаешь, да. Здесь команды у нас в бизнесе. Вы мне все дороги, я дорожу каждым партнером. Также хочу, чтобы вы тоже закрывали новые уровни. И моя задача помогать вам в этом взгляде. Для меня будет приятнее вдвойне, когда вы будете выходить на новые результаты. И только вместе мы добьемся тех успехов, которые запланировали. Еще хочу сказать про теплый рынок. Не забывайте рассказывать своему близкому окружению про то, чем вы занимаетесь. Может быть, это не на начальном, не на этапе новичка. Когда совсем ознакомитесь, не забывайте про это рассказывать. Я это уже сейчас говорю всем с улыбочкой и с гордостью. Пусть они просто знают об этом. Пусть, не знаю, кто-то там покрутит у виска, пусть кто-то косо посмотрит. Но они вам потом обязательно придут. Как мне говорила моя начальница, «Марина, ты думаешь, что тебе там будут деньги платить?» Я ей так с гордо поднятой головой сказала «Обязательны, поверьте, в несколько раз больше, чем вам платят государство». Поэтому не стесняйтесь, перешагните этот рубеж. Да, у меня тоже был какой-то комплекс на начальном этапе, я как бы стеснялась об этом говорить. Сейчас нет, я перешагнула этот рубеж. И, поверьте, вам станет намного легче потом. И вы знаете, когда Алена говорила, что к вам будут идти теплый рынок, мне казалось, что это со мной будет не скоро. Но нет, ребят, идет теплый рынок, сами пишут. Поэтому ваша задача сейчас их просто оповестить, чтобы они не ушли в другую команду. Развивайте свой личный дэнс в сетях. Они, поверьте, будут за вами наблюдать. И потом в итоге все равно к вам присоединятся. Потому что таких возможностей, как у нас, просто, наверное, нигде нет. Поэтому я тоже развиваю свой личный бренд в Одноклассниках и ВКонтакте. Также работаю на жестках объявления. А ВИТО тоже, ну, в основном, больше уклон делаю на резюме, чем на подачи объявлений. Ну, и, конечно же, еще раз хочу поздравить своих спонсоров с закрытием бриллиантовых директоров. И хочу им сказать огромное, огромное спасибо за их помощь, за их поддержку. Мне очень нравится, что у нас с ними сложились очень-таки теплые отношения. Мы можем с ними в любое время, дня и ночи, и созвониться, и списаться. Я ему очень благодарна за то, что попала именно в их команду. Для меня они являются авторитетом. Для меня они являются примером для подражания. На наемной работе ни один начальник для меня не был авторитетом. Здесь все по-другому. И мне все это нравится. Я нашла себя именно здесь. Я счастлива, что нахожусь именно в их команде. И очень жду того момента, когда мы встретимся именно вживую. Ну, думаю, что это не загорание. Так. Ну, к концу года я планирую открыть золото. Какие у меня еще планы? Это, конечно, банкет директоров. Это, конечно, поездка в Анталию. И еще у меня такая мечта, которая двигает меня тоже, как бы заставляет двигаться в управлении. В нужном, да, каждый день. Я хочу приехать в сам город Умс, потому что у меня сейчас ребенок как бы маленький, да, и здесь я не вижу перспектив для дальнейшего развития. И поэтому такая цель, чтобы пока, ну, 6 лет, чтобы 6 лет ему исполнилось, мы уже жили в городе, у нас была большая просторная квартира, чтобы у нас там, у меня был обязательно рабочий кабинет. Вот такие у меня планы. Ну, и хочу всем пожелать ставки цели во всем. Идите навстречу обстоятельствам, да, не ждите, пока обстоятельства придут к вам. Верьте в себя, верьте в тех, кто следует за вами. Делайте мир лучше. Будет новый рассвет, будет море побед, и не верю никогда в то, что выхода нет. Спасибо всем за внимание. Пока. Раз, два, три, да, проверим связь. Как меня слышно? Ага, даже видно. Я отключу эту камеру, потому что я сижу на соседском Wi-Fi. Еще раз хочу поздравить Алену Ивановну с закрытием директора. Нашу Наташу с открытием золотого директора. Пожелать им дальнейшего роста. Также у меня, просто я, третий день, очень сильно в таких чувствах волнительных. Сначала я смотрела на свой информационный листок. Кстати, позвольте представиться, меня зовут Галина Ктаркина. Открыла старшего менеджера в этом каталоге с нашей командой. Команда сработала просто, я не знаю, супер. Шквал эмоций таких. Вот три дня я на эмоциях нахожусь, и слов нету. Команда молодец. Поздравляю всех с новыми уровнями. Начиная с 3% до 22%. Так, это здесь я. Вот это вот нижняя фотография у меня. Семейный у нас подряд в компании Reflame. Сестра у меня вышла на 22%. Дочка у меня вышла на 22%. И я тоже, как уже говорилось, тоже на 22%. То есть у нас, можно сказать, семья директоров. Также к нам приезжали Ивана и Ален. Наши спонсоры в Нижний Новгород. Алена уже рассказывала. Встреча произошла в теплодружеской обстановке. Очень понравилась. Еще сыграла, наверное, все-таки ту роль, что мы целый год общались просто по скайпу или слушали вебинары. А это встретились живую. И я думаю, что все-таки вот эта встреча дала наш дальнейший рост полчок. Итак, я пришла в Reflame в феврале 2014 года. Я почему-то решила найти себе работу в Одноклассниках. В Одноклассниках я что делала? Смотрела фотографии и играла своих любимых дымовят. А также постоянно видела статусы про работу. 3-4 часа в день. Дымовят я, кстати, играла 2 года. Прочитала статус. 3-4 часа. Думаю, ну ладно, 4 часа я дымовят. Трачу, что уж я на работу не могу потратить-то. Тем более я считала себя таким крутым пользователем компьютера. Умела включать и выключать его. И мышки вводить. И написала. Несколько раз приходили, звали в компанию Reflame. И другие финансовые пирамиды. Но мне это, конечно, не надо было. И тут я нашла своего спонсора. Значит, у нее был, по-моему, опрос. Какое время года вам больше нравится. Ну, уж думаю, ладно, поставлю плюсик, посмотрю, что пришли. Ну, опять Reflame, как всегда, прислали. Я их письмо, как всегда, закрыла. Но на следующий день она взяла мне и прислала даже малочку. Вам будет перечисляться 46 тысяч каждый месяц. Или каждый каталог. Меня так это почему-то заинтересовало. Думаю, странно. Арифлейн, каталоги, косметика. А при чем здесь такой большой зарплаты? И я, конечно, зарегистрировалась. Ну, вот с этих времен, можно так сказать, у нас семейный тандем и образовался. Мне вот эта картинка очень нравится. И когда мы встречались с Иваном, он сказал, что иногда то, что мы видим, это действительно зависит от угла, под которым мы смотрим. Учите смотреть на вещи с разных сторон. В этой мудрой жизни. Я хочу сказать, что мы людям рассказываем о нашем бизнесе, потому что многие вообще не знают. Как я уже сказала, что у меня Reflame ассоциировался. Это продажи, каталоги и косметика. Про бизнес вообще даже никто ничего им не говорил и не знал. Также будущее нельзя предвидеть, но его можно создать. Как-то мы созвонились с Наташей Стабиченко и Иван. И мне Иван говорит. Все зависит от вас. Думаю, как же от меня зависит, если у меня, например, бизнес-партнеры не хотят работать. Для меня это был шок. Но сейчас, по прошествии времени, выходя на новые уровни, радуюсь за своих партнеров, что они идут по лестнице успеха вверх. Я не знаю, столько радости. И на самом деле уже приходит осознание того, что все зависит только от нас самих. И вот этот мышонок смешной. Все цели достижимы. Не слышно? Раз, два, три. Слышно. Хорошо. Одной дочке 19, другой 17. Так что ставим цели, ставим планы и идем к нашим достижениям. И секрет успеха прост. Желай. Мы в голове все желаем, но мало делаем. Надо вот именно делать. Спасибо за внимание. Да, Владимир, с вами согласна. Сейчас Лена Пасалыка более подробно поздравит. Всем привет. Как меня слышно? Я думаю, слышно, наверное, меня хорошо. Скоро будет розыгрыш. Обязательно я постараюсь очень празднице рассказать о себе. Всем привет. Меня зовут Лена Пасалыка. В этом каталоге я открыла. В прошлом каталоге я стала менеджером 22 процентов. Команда Натальи Содниченко. Мой спонсор, моя сестра Галина Путарковна, которая только что выступала перед вами. Я безумно рада своей командой. Так сказала я одной девочке из своей команды. Мой суперпартнер, Лена Птиженко. Я думаю, что если бы не команда, то таких успехов бы я не достигла. Потому что сама личным товарооборотом я в любом случае бы на 250 тысяч не купила. Поэтому я безумно счастлива своей команды. Я просто очень рада. Я выражаю слова благодарности своей сестре, которая пригласила меня в Reflame. Гали, спасибо тебе большое. Хотя изначально у меня была установка Reflame, ни за что. Представляете, как меняется мировоззрение, когда узнаешь более и более больше фактов, более глубже у тебя знания, которые ты можешь использовать в своей работе и поменять свою точку зрения. Большое спасибо Алене Ивановне Родионовне, которые просто мега взорвали весь интернет, взорвали всю Россию. Это просто, знаете, вот слов не хватает, насколько они молодцы, насколько они изменили жизнь многих людей. Несколько тысяч людей изменили жизнь их лучшего. Кратко о себе я уже рассказывала в прошлом каталоге, да, по закрытию прошлого каталога у нас получился такой быстрый заспачок. Я долго сидела на 15%, но на 18% один каталог, и сразу вышло на 22%. Вы знаете, это все зависит от партнеров, да, все зависит от марафона, выдержишь ты или не выдержишь, сдашься или не сдашься. И я желаю вам, чтобы вы никто не сдавались, нашли своих супер партнеров, которым вам будет легко шагать с месяца по лестнице успеха. И только движение вперед. Да, самый лучший момент начинать бизнес, начинайте вы сегодня. Как с первого сажаем 20 лет назад, или начинайте сажайте сегодня, чтобы видеть уже потом свои результаты. Что я еще хотела бы сказать, чтобы выйти на свой результат, обязательно обучайтесь, да, обязательно ходите, обучайтесь, общайтесь со спонсором. Если вы общаетесь со спонсором, если вы о себе заявляете, если вы пишете в чатах, если вас видят, ваша фамилия мелькает, значит вы на виду, значит вы уже впереди, вы уже впереди. Если вы нигде не были, не где-то себе тихонечко сидите, то вас спонсор не видит. Он не потому, что он вас не видит, а потому, что он плохой, а потому, что вы сами себе не заявляете. И среди 5000 своих партнеров он, как он, может вас заметить. Ставьте цель по максимуму. Вырастите 24 бриллиантовых директоров и открыть звание бриллиантовых президента. Ставьте вместе с вами крупные цели, имя которых промахнуться будет невозможно. Я знаю, что все так стараются, все ждут розыгрыши планшета, поэтому передаю эстафету Александру Ращенко. Спасибо огромное своей команде. Всем удачи и всем скорейшего, всем скорейшего открытия. Уровня 22% с этого уровня все только начинается. Раз, два, три, как слышно? Отлично. Постараюсь побыстрее. Все уже задались, засиделись, идут розыгрыши. Итак, меня зовут Александр Ращенко, я с Саратовской области и в 10-м каталоге открыл звание старшего менеджера. Проект пришел в августе прошлого года, то есть мне буквально через неделю-полторы будет уже ровно год, как я в проекте. Буквально пару слов о себе. Закончил я в 2007 году училище искусств, то есть я по образованию преподаватель музыкальной школы. И после училища год проучился в Саратовской консерватории, но по определенным причинам пришлось учебу прервать. То есть профессия далеко от сетевого маркетинга, далеко от бизнеса, в принципе. И после работал два года в районном доме культуры, то есть в принципе по специальности. Если кто есть разработник культуры, то, наверное, знает, что это работа, мы делаем все, кроме как, наверное, цирк еще показывали на сцене, остальное все. И проработал там два года, и после этого по настоящее время работал в районной администрации уже программистом. То есть в принципе уже не по специальности, да, то есть те же клавиши, только уже клавиатура компьютерная. И, как уже сказал, проект пришел в августе прошлого года с релансовым досок. То есть в то время как раз в августе был в отпуске и искал какой-то дополнительный заработок. Я сейчас пока на чат не буду отвлекаться, да, чтобы время не терять. В конце, если что, какие-то вопросы будут, быстренько отвечу. И, собственно, как и многие, наверное, кто искал дополнительный заработок, ничего путного не попадалось. И особенно те проекты, где какие-то нужны были вложения, да. И сейчас вспоминаю, что попадался мне проект тоже продвижения. Как знаем, наверное, кто уже тут давно, активно работали блогами. То есть попадался, попадал на такие блоги. И там была так называемая франшиза со 149 рублей, да, знаем, что это регистрационная плата. Мне казалось, что это вложение, и я, собственно, пропускал мимо этот проект. И в то время как раз проходила рекрутинговая акция, кто помнит, да, там, когда давались новичку сутки для того, чтобы сделать заказ 600 рублей и не платить эту рекупату. И как раз во время проведения этой акции попал на информационный блог моего спонсора, Таня Золотарева. И я не увидел там, да, никаких слов о франшизе, о каких-то вложениях. И зарегистрировался, да. Мы сразу, в принципе, в этот же день, по-моему, созвонились. Таня мне рассказала. Сейчас помню, что вообще ничего не понял из того, что мне рассказывали. Даже ни одно слово. Единственное, да, я спросил, с чего нужно начать. То есть, что мне говорил спонсор, то и, собственно, начал делать. На вебинарах, да, увидел результаты людей, которые начали расти, которые растут, открывают новые уровни. И, собственно, какие-то сомнения, по сути, не было в том, куда я попал, да. И, потому что, в принципе, понимал, с какой компанией мы сотрудничаем. Ну, там, не знаю, у меня лично не было таких мыслей, что, да, Reflame – это лохотрон. Ну, просто, как и так, да, такая компания, крупная, мировой бренд. И заниматься обманом людей, я думаю, глупо об этом думать. И в работу влить не сразу, как уже говорил, что изначально не понял. То есть, какие-то там баллы, уровни, проценты. Про LTO вообще узнал чуть позже. И период понимания, наверное, ростов бизнеса пришел, конечно, не сразу, даже не через месяц, не через два, а гораздо позже. Естественно, как у многих, создавалось все нелегко, потому что, тем более, вот, новичку, да, это отсутствие регистрации активных партнеров в команде. Было много проб и ошибок, и по рекрутированию, и по сопровождению. Не было какого-то плана работы, да. И брался за разные способы рекрутинга, то за один, то за другой. И, в принципе, где-то особо результатов не добился в определенном методе. И, наверное, вот этот период, я вообще считаю, что первые полгода они были таким, как испытательный срок. Да, и за эти полгода несколько раз хотелось бросить все это дело, потому что, ну, вроде все растут, а ты нет. Да, как на 3-6% у меня было первые полгода. Но все равно, нисколько не жалею, что не бросил, потому что в результате, да, результат есть. Можно сказать, какая-то автология. И, конечно, да, кстати, по поводу наемной работы. Я уже не наемный работник уже как неделю, поэтому уже, собственно, начинаю оформление. И, конечно, неотъемной частью нашей работы рекрутинга, я не буду останавливать никаких методов, просто коротко скажу, что, конечно, рекрутинг является важнейшим фактором роста и развития бизнеса. И нужно понимать, что если мы сегодня что-то сделали, а завтра решили отдохнуть, то ваш рост будет долгим. И здесь нужно делать ежедневные действия и массово доносить правильную информацию до человека. И только это будет способствовать правильному быстрому росту. И, как говорят наши лидеры, да, что можно отдохнуть немножко на бриллиантовом директоре. До этого времени нужно, конечно, потрудиться. Кто только присоединился, советую не откладывать все на следующий день и начинать сразу действовать. Потому что, если кто относится с полосерьезно к тому, чем предстоит заниматься, то у того и будет, собственно, рост. И, конечно, только, как уже говорил, только ежедневные действия поведут к вас результатам. Да, я уже уволился, уже моя книжка трудовая уже на руках. И, конечно, неотленную частью работы и вообще рост и сопровождение с командой это планирование. Потому что без планирования очень сложно добиться каких-то результатов. Да, плавно каждый день на каталог, по рекрутированию, по личному торобороту. Поскольку тоже была такая ошибка, что бездумное просирование, да, то одно, то другое брался, не давал результатов. И, особенно, когда у вас появляется активный парктер, нужно планировать работу всей команды, да, вместе с своей работой. И ставить цели, задачи. Естественно, пытаться выполнять эти цели. Лучше, когда даже перевыполним. Потому что, когда перед человеком поставлены конкретные действия, сроки выполнения, то, как правило, тот, кто пришел серьезно реализовать свой бизнес, будет стремиться к выполнению плана. Вот. И я, собственно, по своей команде ставлю конкретные планы на день, по рекрутированию, по тем самым методам, которые даю. Опять же, когда человек изучит методы, да, он уже для себя, там, решает, что подходит ему больше. То есть, в принципе, для самостоятельного изучения тоже даем возможность, и для этого у нас проходят тематические вебинары. То есть, человек еще самостоятельно должен самообучаться. И в результате, да, наша работа, что нам дает? Это, конечно, и личностный рост. Потому что мы учимся доносить правильную информацию для людей, грамотно сопровождать, проводить вебинары, планетки, быть финансово грамотным и так далее. И, собственно, под свободу здесь подразумевается свобода во многих ее проявлениях. Потому что наш бизнес освобождает нас от территориальной привязанности. От, опять же, наемной работы. Вся работа помещается у нас в ноутбук. То есть, мы куда не поедем, да, если где есть интернет, там есть, оттуда можем и работать. Ну, про материальное благосостояние, думаю, понятно без лишних слов. Потому что мы знаем, что получим результаты нашей работы, если мы изучили маркетинг-план, да, мы представляем, какие доходы нас ждут. И, соответственно, признание, да, что только стоит в банке директоров, который прошел в Москве. И когда ваша команда начинает расти, да, равняется на вас, то это тоже определенное признание. И еще кратко, цели, да. Собственно, цели, в принципе, на первый взгляд, думаю, будут банальны, потому что это стать, во-первых, независимым. Без будильников, а начальников. Да, вот одну цель я уже выполнил. У меня нет будильников, у меня нет начальников. Без кредитов и долгов. Да, это следующая цель, то есть освободиться от этих всяких долговых привязанностей. И, собственно, здесь в команде, когда-то находится в атмосфере позитива, потому что кто здесь уже достаточное время понимает, что, да, здесь у нас по команде дружеская атмосфера и позитив. Кто здесь, да, какой-то оптимизм присутствует, потому что с негативом здесь трудно очень вырасти, трудно добиться каких-то результатов. И, наверное, да, уже заметить, что без позитивного настроения на работу не будет результатов. И, опять же, нужно выстраивать хорошее взаимоотношение дружески в команде, потому что взаимоотношения, они очень важны. И какие-то недопонимания лучше не допускать в команде. У нас, все мы знаем, что у нас просто одно общее дело. И, в заключении, хочу пожелать в этом каталоге величестные результаты, во-первых, да, вдвое, 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 найти своих ключевых партнеров. Пожелаю новичкам, которые только присоединились, ни в коем случае не сомневаться в том, куда вы пришли и чем будете заниматься, потому что, когда вы начнете расти, вы поймете, что это такое. Здесь все реально, просто нужно работать, запастись терпением. Кстати, вот терпение я здесь и научился, потому что до этого у меня, если я брался за какое-то дело, я очень быстро, можно сказать, прогорал. Да, здесь, собственно, научился, так сказать, идти к своей цели. Вот, поэтому всем удачи. Если какие-то прям вопросы, два, три, есть, могу ответить, и давайте уже, наверное, перейдем к розыршу планшета, то все уже заждались. Мы уже почти полтора часа у нас вебина. Так, всем спасибо за внимание, и всем удачного каталога. Раз, два, три. Ну что ж, спасибо всем спикерам, было очень интересно. И осталась самая, наверное, интересная, самая последняя часть. Во-первых, подарочная акция, три подарочка у нас будет тем, кто заполнял форму, кто делал заказ в прошлом каталоге. И второе, это последняя, будет розыгрыш на планшете. Сейчас я сделаю показ своего экрана. Секундочку, секундочку прям. Так. Показать экран. Ребят, у кого маленькое окошечко, два раза нажмите, оно будет большим. И вы будете видеть все, что происходит у меня на экране, чтобы я ничего не подделала, вы будете все это наблюдать. Смотрите, форму заполняли, я сейчас посмотрела ее, заполнили, так, 490 заполнивших, но у нас получилось так, что, я не знаю почему, по несколько раз, у каждого практически по несколько раз. Ну, я думаю, ничего страшного нет, потому что вручную сидеть удалять я не буду, вот почему-то так получилось, я не знаю почему. Можете вместе со мной, мы всегда розыгрыш проводим с помощью программы генератор случайных чисел. В интернете можете найти, что это не мы придумали, вот самая первая попавшаяся. И какой здесь мысль, то есть смотрите, у нас от двоечки до номера 490. Мы сюда вносим список от 2 до 490 участников. И то есть мы когда набираем, нажимаем кнопочку сгенерировать, он нам выдает сайт, выдает случайное число. Дальше мы смотрим номер, находим в табличке номер победителя и отдаем туда подарок. Сначала сделаем так, 3 победителя на форму, а потом выберем победителя на планшет. Так, это не на планшет еще розыгрыш, ребят. Нет, это не то, что 2, это у каждого так, эта форма что-то глючила. Или я как-то так их отсортировала, что так получилось. Это не люди сделали 2 раза форму и пополнили. Ра, ну посмотрите в форме, потом, если надо, я ссылку дам. Так, давайте, 3 победителя, циферки я себе записываю в телефон, чтобы потом посмотреть. Так, номер 259, номер 302 и номер 409. И сейчас посмотрим, кто у нас победители первой лотерейки. Ой, у меня приложение остановилось. А, вот, все, сохранилось. Так, 302, 409. Номер 409. Куртов, наверное, правильно, если я фамилию произношу. Кирилл получает приятный подарочек, я свяжусь и подарок передам, если контактные данные. Здесь внимательно оставляйте, да, чтобы я связалась. Свяжусь завтра уже. Номер 302, так, номер 302. Банковец Наталья получает от нас приятный подарок. И номер 259. А Дежевская, наверное, Татьяна, насколько я помню имя, тоже получает подарочек. Вот, пишите, да, поприветствуйте, если в вашей команде партнер получает. Вот, уйдет приятный бонус. Или на счет мобильного телефона, или сумма небольшая. Или в подарок гель для душа, то есть на выбор. Как я свяжусь уже с победителями, уже обсудим эту тему. Ну, а теперь, наверное, самое интересное, да, мне тоже очень интересно, кто получит подарок по акции с планшетом. Смотрите, сейчас выбирает наш генератор случайного счастливчика. Дальше я на минуточку прям проверю, действительно ли выполнено условие по размещению заказа. И дальше подключусь и наберу прям при вас на номер телефона человеку. Посмотрю еще регион, ну, я думаю, в принципе, да, уже поздно, может быть, у некоторых. Но посмотрим сейчас по региону. Как вручать в разные города? Да мы уже можем отправить в любую страну вообще. Сейчас это не проблема. Подарок. Планшет. Сейчас планшет разыгрываем. Да, планшет отправим с сезона, или если другая страна, то договоримся, как отправим подарок. Это не проблема, ребята, поверьте. Уже отправляли и мультиварки отправляли в подарок, и книги отправляли в подарок, и технику отправляли. Да. Так, на планшет, ребят, очень было неожиданно, но вот вы видите сейчас мою форму. Приняли участие, здесь нет задвоенных номеров, я проверила. Приняли участие 282 человека. Это было очень, конечно, неожиданно. Мы на самом деле думали, что участников у нас будет меньше. Ну, вот так вот. 282. Проверять конкретно человека будем уже по факту, да, сейчас выиграет, и все проверим, потому что физически невозможно проверить, кто там форму, как заполнял, просто так или не просто так. Поэтому будем смотреть по победителю. Так. От циферки 2, да, мы посмотрели до циферки 282. Да, я назвала, уже забыла. 282. Давайте три раза пробуем, сделаем. А четвертый будет победитель у нас. Раз, два, три, четыре. Номер 15. Под номером 15 у нас Пыкин Александр. Сейчас, секундочку. Так. Вот какого Наталья спонсор? Сейчас я отключусь, экранчик, проверю по поводу заказа и снова подключусь. Так, это наши, пишут уже. Сейчас проверим, прям, ребят, минутку. Ну, потому что, как бы, честно, да, надо быть в конкурсе, не просто так форму выполнять. Так, по заказу получается, да, все, в общей сложности получилось, условия выполнены. Да, планшетик один. Скажите, на вебинаре есть, Александр? Спонсоры. Наталья, вот спонсор. Так, сейчас я посмотрю, где форма-то. Так. Посмотрим, какой регион. Поселок. Кто знает, Бурятия, республика. А, Наташа, муж. Все понятно. Тогда, если вы здесь, звонить не будем, да, уже точно вы у нас. Розыгрыши. Да, по подарку тогда свяжемся сейчас, чуть позже. Провожу гостей и свяжемся по подарку. Ну, все, ребят. Спасибо за то, что были сегодня на вебинаре. Я думаю, вам всем понравилось. Хочу пожелать вам роста и в следующем каталоге через 3 недельки встречаемся. Да, на нашем параде успеха. Всем пока-пока. Любим. Пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.